Звезда Чаки. Он занял трон клана Зулу в те тревожные годы, когда племена Коса на далеком юге вступили в ожесточенные схватки с надвигавшимися бурами. Это было в конце 18-го столетия. Более точные даты станут достоянием лишь следующего века. В те времена Зулусы насчитывали 1500 человек, их краули стояли на поросших травой холмах и имели милю в поперечнике. Чака родился в 1787 году. К двум законным женам вождя Зулу Синзангаконы прибавилась еще одна, незаконная. История выходила явно нелицеприятная, и на Нанди с сыном легло тяжелое пятно позора. В 1816 году вождь Синзангаконы умер, и трон тут же занял его сын Сигуяна. Дингисвая немедленно отослал Чаку в Зулуские краили, а в качество эскорта дал отряд его воинов Изикве. Будущему вождю Зулусов было тогда 29 лет, и около 16 лет он не жил среди Зулу. Подойдя к краалям, Чака выслал вперед своего брата Нгвадия, но того встретила в поселках полная тишина. Тело Сигуины плавало в ближнем ручье. Обезглавленный клан встретил Чаку настороженно. Для них он продолжал оставаться сыном опальной Нанди, чужаком, большим титварь, чем Зулу. К тому же не бывал в родных местах столько лет. Но легенды сходятся в одном. Чака очень быстро завоевал авторитет в родном клане. Зулу вышли из оцепенения и начали свой путь к славе. Бремя больших забот опустилось на плечи Чаки. Войско было слабое. Хозяйство разваливалось, скот разворован. Добавить к этому и беспокойство, связанное с появлением младшего брата Дингаана. Тот был поражен, увидев мертвого Сигуяну. История его гибели так и не выяснена, но, будучи человеком мудрым, сразу же подчинился Чаки. Молодой вождь оставил Дингаана в покое, обеспечив ему безбедную жизнь, то была роковая ошибка в его жизни. Чака взялся за дело круто. За малейшее колебание и неповиновение полагалась смерть. Это было право вождя, однако оно выходило за рамки традиций клана. Недовольных Чака уничтожал, некоторые биографы Чаки склонны романтизировать его образ, выдавая вождя зулусов за этакого доброго отца африканцев. На самом же деле, Чака был весьма жестоким человеком, а именно эта черта в соотношении с умом и твердостью характера во многом помогала ему устоять на крутых поворотах истории Юго-Восточной Африки. Прежде всего нужно было позаботиться о самом Краале. Чаке нужно было стереть память об отце, которого он ненавидел, и он распорядился построить новый Крааль, Квабулавая, тот, кто убивает с печалью. Кухню зулусов он признал несовершенной и послал людей в соседние кланы обучаться кулинарному ремеслу. Реформы охватывали буквально все стороны жизни зулусов – от обычного туалета, подрезания ногтей, до бритья. Один начинающий бродобрей поплатился жизнью за легкие порезы на царственной шее. Затем Чака принялся восполнять недостаток скота, занимая его у соседних кланов. Те безропотно отдавали Чаке быков и коров, видя в нем опасного и сильного соседа. Среди нового стада формировалось ядро будущей знаменитой снежно-белой зулузской породы скота. Но главное внимание Чаке было приковано к армии. Его клану предстоит возвышаться, и Чака не желал довольствоваться скромной, как ему казалось, властью отца. Армия, и только она, способна помочь ему в достижении цели. Чака отлично представлял, какая военная машина нужна ему, и с рвением принялся за дело. Он решил начать свои опыты с Изикве, сделать из них регулярные войска. Они разделились на четыре части, каждая из которых, в свою очередь, состояла из небольших отрядов. Самой сильной была грудь, центральная группа войск, которая в бою шла по центру, лоб в лоб. Два рога окружали противника с флангов, разворачивались и сходились к центру. Четвертая группа, резерв груди, оставалась позади и вступала в бой по приказу командующего. Тот находилась неподалеку на возвышении и с помощью рассыльных посылал резерв в то место, где враг нажимал сильнее. Войско наступало в полной тишине, а в атаку шло с криком, сохраняя боевые порядки. Чака быстро понял, что боевой дух войска можно резко поднять, если воины станут драться за честь своего изикве, а не кланом тетва в целом. В своем клане он добился обязательного для всех мужчин воинского призыва. Из воинов-зулусов всего 400 человек, половина, была и кхехла, то есть те, кто носил изикола, головное кольцо для взрослых неженатых мужчин. Такое кольцо делали из древесных волокон и залепляли пчелиным воском. Волосы вокруг кольца выстригали. Воины с кольцами были испытанными бойцами, сражавшимися против Бутилизи и не раз терпевшими от них поражения. А новобранцы, молодежь без колец, вообще не знала службы. Создать четыре регулярных полка было для Чаки делом несложным. Всех взрослых мужчин, женатых и тех, что с кольцами, он поселил в отдельном краале и разрешил обзавестись женами. Главой краале он сделал Мкабаи, свою вдостующую тетку, которая когда-то была внимательна к Нанде и к нему самому, и немедленно казнил тех, кто отказывал ему в гостеприимстве, в том числе и своего дядю Мудли. Воинов 20-летнего возраста, еще неженатых, он лишил колец и сделал таким образом снова мальчиками. Им предстояло влиться в Иземпохло, бригаду холостяков. От них Чака отделил Фасимба, Зайцев, группу, которую он будет тренировать особыми методами. Именно им суждено стать основой могущественной армии будущего государства Зулусов. Из книги Эдуарда Мора «Путешествие в Африку и к водопадам Виктории на Замбезе». Он любил войну, умел искусно вести ее и не раз прославился на поле битвы военными подвигами. Он был хороший стратег, умел быстро и со смелой неожиданностью нападать на соседние племена, покорял их, обращал в рабство, соединял или разъединял со своим народом. Этот варвар изобрел для своих орд новый способ ведения войны по образу македонской фаланги, левой и правой фланги которой прикрывались передовыми отрядами.